Ребята, всем огромнейший привет! Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой тюб-канал. С вас подписка, лайк и обратная связь. С меня крутой, интересный контент. Я думаю, мы с вами подружимся. Так что под... Нихрена себе, кто-то сверлить начал. Ладно, опустим этот момент. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем обратную связь и без лишних вступлений погнали! Сегодня мы с вами будем обозревать всю мою... Все мои... Мое богатство, в общем. Немножко бижутерии, потому что я ее практически не ношу. Есть серебро, но основная часть моих украшений это золото. И также посмотрим на мою шкатулку, которая очень оригинальная. Мне ее мама подарила на, по-моему, Новый год очень давно. Посмотрите, это целый шкаф. Правда, какие-то крупные украшения туда не влезут, но мне как раз она нужна была именно для драгоценности, поэтому она мне очень понравилась. Я хотела именно такую. Сейчас посмотрим на все мои украшения и на функционал этой шкатулки. Давайте-ка начнем мы с вами с верхов. Посмотрите, какое оформление такое под старину. Оно мне очень нравится. Такие изгибы. Вообще роскошно. Дальше там идет зеркало. Кстати, иногда держится. Вот так, если оставить. Но в основном оно почему-то падает. Здесь какую-нибудь, знаете, перекладинку бы сделали, чтобы зеркало держалось. Было бы вообще супер. Так, честно, я даже не знаю, как показывать. Вообще. Ну, падает, а это минус. Смотрите, здесь браслет из шармов. Один, кстати, у меня был. Он серебряный, кстати, полностью весь браслет серебро. Из преимущественно магазина Sunlight, но есть и 585. По-моему, Pandora. В общем, я точно не помню, но все серебряное, и он вышел очень дорого. По-моему, больше 7000, наверное, но за серебро это дорого. Один шармик был, еще не договорила, кстати. Он, к сожалению, трагически потерялся в магазине, когда я мерила другие шармы на него. Я расстегнула, и шармик у меня залетел туда, откуда его невозможно было достать. Мы пытались это сделать, но у нас не получилось. Также нам говорили, что приедет мастер, он будет там что-то разбирать все эти системы, все эти блоки. Но вроде он приезжал, то ли он не нашел, то ли они забыли. Короче, я не знаю, я дальше не узнавала, но шармик был очень красивый, кругленький такой с переплетением. Я его очень давно хотела, он потерялся, мне было очень обидно. И больше шарма я не покупала, и браслет этот, к сожалению, я тоже мало носила. Я носила его больше, когда... Давайте я его достану просто отсюда. Красиво лежит. Я его больше носила, когда он был меньше. Сейчас он выглядит вот так. Браслет из Sunlight. Он пола внутри, по-моему. Но очень сильно тяжелый. Здесь Sunlight. Он расстегивается, не очень надежный механизм, замочка. Поэтому я купила вот такие клипсы, по-моему, в Sunlight. Тоже красивые. Такие с цепочкой. Чтобы даже если я расстегнулся браслет, то шармы все остались на месте. Он был очень дорогой, по-моему, 1400. Ну, по сути, это даже не шармы. Но места в браслете они заняли много. И, в принципе, можно оставить вот так и парочку таких шармиков. И было бы круто. Здесь один из первых, когда я еще носила его на кожаном браслетике. Это крестик. Очень красивый. Давайте я вам так покажу. Он с фианитами. Его можно и на цепочке носить, на шее. Так что же они все сыпятся. Ох, божечки. Тяжело рассматривать шармы. Вот, видите, очень красиво смотрится. Мне понравилось. Дальше, чтобы вам показать. Вот такая корона. Она была недорогая, но мне понравилась. Она своей простотой. Дальше идет сова, мудрость. По-моему, сову и вот эту корону я брала не очень дорого. Точно не могу сказать. Но это было в 5.85. По-моему, рублей 400 была сова. Рублей 300 стоила корона. Но я точно не помню. Ой, вот этот. Просто как память о моей второй поездке в Сочи. Мне его подарили. Сейчас бы я, конечно, взяла другой. Но тогда у меня было какое-то мрачное настроение. Я взяла черный. Тут немножко камушки побитые. Он был дорогой. По-моему, тысячу. За то, что там вообще не было серебра. Это, я считаю, дороговато. Сейчас бы я взяла реально серебряные. Очень красиво смотрелись. Это букет. Красивый такой. С розовыми камушками. Я люблю такой. Очень миленький. Вот я оба я точно оставила. Надо будет поснимать вот этот. Вот этот. Сова мне не очень нравится. Я бы оставила его, его, корону. И вот эти две клипсы. Эфелева башня, конечно же. Тоже дорогая была. В Санлайте, да. В Санлайте. Такая большая. В принципе, мне не все нравятся. Жалко снимать. Но такую гору всего я не люблю носить. Вот такая корона уже посерьезнее. Она была подороже. По-моему, рублей 800 или 900. Или даже 1000. Точно не помню. Браслет сам, по-моему, стоил где-то примерно полторы. Тоже не помню. Очень давно этим занималась. Почему я такой браслетик. Очень долго мы его обозревали. Давайте приступим к следующему. Все, положу не очень аккуратно. Ну, как-нибудь. Что-то вообще жесть. Далее кольцо Пандора. Замерзший цветок называется. Очень красиво переливать. Мне его подарили. Я очень люблю такую форму. Мне нравятся большие камни. По размеру он мне подошел. Очень красиво смотрится. Я бы, если бы выбирала, я бы сама выбрала именно такое же кольцо. Вот это кольцо мне тоже дарили. Оно огромное. Очень громоздко смотрится. Но мне оно тоже, в принципе, нравится. Но носить я его не ношу. Огромное. Реально огромное кольцо. И по размеру, по-моему, оно мне тоже чуть-чуть большевато. Не хотелось бы мне золото и серебро хранить вместе. Кольца сюда не везли. Поэтому я здесь храню золотые кольца. У меня все-таки больше золота. Я ношу каждый день. Браслетик тоже. Честно, здесь бы лучше золотые украшения были бы. Но этот браслет смотрится красивее и удобнее, когда он лежит здесь. Поэтому я оставила вот так. У меня комбо. Золото и серебро. Нужно, конечно, что-то будет поменять. Это колечко мне подарили. Здесь очень много всего подаренного. То, что я купила сама, это одно из всего. Ну, не считая моего обручального, конечно. Оно на мне всегда. Так. Мне оно очень понравилось этими узорами, этими вставками. Но оно очень тоненькое и не совсем моего размера. Уменьшать его, посмотрите, куда его уменьшать, резать. Оно очень тонкое. Очень красиво смотрится. Особенно с моими часами НГС. Тут радирование, по-моему, это так называется. Это не белое золото. Это золото и напыление. Я точно не помню. Раньше я это все знала, все это разбирала. Но сейчас я не могу точно сказать, что это. Но это не серебро. Дальше идет кольцо. Мне подарили деньги. И я хотела крупное кольцо. Решила купить его на память себе, чтобы оно у меня осталось под сережки. Алмазная грань, вроде это так называется. И такое матовое тут частями. Вообще больше разбраюсь в камнях. Его я не ношу. Мне оно не нравится, если честно. Не нравится, что оно какое-то как старческое, закругленное. Дальше. Давайте я не буду все, наверное, доставать. Да ладно. Давайте вот это, наверное, все вытащу. Вы видели, как это все лежит. Иначе это все будет очень долго. Почему-то я думала, что зеркало будет держаться. Оно не держится, зараза. Так, мое самое любимое кольцо. Это мое помолвочное золотое крупное с бриллиантами. Очень красиво смотрится. Я всегда хотела такое. У меня муж вот прям всегда знает, что я хочу. Всегда угадывает. У него хороший вкус. Всегда мне выбирает то, что я бы выбрала себе сама. Это тоненькое колечко подаренное. По-моему, тоже здесь бриллианты. Но они настолько маленькие. Оригинальное кольцо. Вот это колечко. Здесь у меня родолит. И три бриллианта. Она была очень дорогая. Из-за камней. Мне нравится его форма. Нравится то, что оно такое нежное. Я его покупала, когда мне, по-моему, лет 19 было. Точно не помню. Но мне оно сразу понравилось. И я его взяла. Вот это кольцо с бриллиантом. Бриллиантик там маленький. Смотрится он очень ярко. Честно, мне не очень он нравится. Оно очень такое простенькое, видите. И цепляет все. Но носить ношу. Прости, пожалуйста, что получается и так долго. Правда, я не знаю, почему мне. Я очень люблю всегда про все рассказывать. И все вспоминать. Как у меня появились эти украшения. К ним у меня ко всем. Практически ко всем теплые чувства. Поэтому я надеюсь, что вам все-таки это интересно. Давайте теперь посмотрим, что здесь. Здесь не очень удобная вешалка для хранения цепочек. Здесь у меня серебро. Вообще бы лучше сюда, конечно, золото. Но, честно, золото я бы не стала вешать на эту сомнительную штуку. А хранить серебро золотом лучше не стоит. Иначе оно все будет у вас в такой золотом. То ничего не будет. А вот серебро почернеет. У меня вот такие сережки, которые я не ношу. Давайте так вот, чтобы фокус был. Обычные колечки. Дальше. Идет украшение, которое мне муж подарил перед свадьбой или попом. Нет, по-моему, после свадьбы. Потому что на свадьбу его не одела, к сожалению. Это бренд Соколов. Такая капелька. Очень красиво. Как раз мне к сережкам. Замочек тоже тут серебряный. Нашу его редко, потому что его тяжело одевать. Здесь вот такие две цепочки. Мне ее дарили. Это якорное плетение. Светлое серебро. Так. И вот эту я покупала сама. Она идет с чернением. Плетение сингавпур. Мне она очень нравилась. Дальше вот к этой якорной цепочке мне дарили. Вот такой кулончик. Очень блестит. Но, честно, форма какая-то странная. Вам не напоминает зачарованных. Только надо повернуть немножечко. Может быть, сносить его куда-нибудь. Чтобы мне его перевернули. Я шучу. Конечно, этого не делают. Здесь. Что тут за камушки? Да, фиониты, скорее всего. Не знаю. Знаю, что оно не очень дорогое. Ну, я редко ношу серебро. Правда. Вот. То, что у меня есть. Прямо такое ценное для меня. Это крестик вот такой. Сейчас я его достану. Это бренд соколов. Я его очень люблю. Самые такие изящные, яркие украшения. Это соколов. Посмотрите. Какая красивая. Люблю я такие камушки. Мне кажется, что они очень женственные. И так романтично, нежно смотрятся. Дальше идут мои свадебные сережки. Тоже от бренда соколов. Такой же капелькой. Очень нарядно, празднично смотрятся. Здесь тоже мне понравились вот эти завитки. Все переплетения. Очень надежная застежка. Так, ну и вторая такая же. Сейчас я две сразу достану. Люблю я их. Люблю. Но мне кажется, они слишком такие праздничные. Так вот они смотрятся, видите, блестят так. Очень роскошные. Давайте еще все обратно сложу и посмотрим вот эти вот ящички. С нетерпением уже. Надеюсь, что вам тоже интересно. Приступаем к первому ящичку. Давайте я его полностью достану, чтобы мы рассмотрели. Здесь у меня лежит пакет с бижутерией. Честно, не вижу смысла покупать жемчуг. Видите, у них как много тут разных цветов. Можно миксовать. Когда, в принципе, даже искусственный смотрится очень-очень. Даже я его редко ношу раньше, часто. Мне кажется, очень такое элегантное украшение. Дальше идет все золотое. Давайте, пожалуй, начнем с сережек, которые я не ношу. Они такие тоненькие. Мне они что-то не понравились. Больше как детские смотрятся. Зато камень драгоценный. Это аметист. Но их нужно очистить постоянно. Меня это бесит. Далее. А, еще сережки на мне есть. Но не буду вам показывать. Я их тоже ношу постоянно. Так же, как и кольцо. Может быть, в остальных видео вы у меня их видели. Это обычные такие колечки. Тоже, по-моему, с алмазными гранями. Гонконг называются. Дальше идут подвески. Вот подвесок у меня много. Вот это мне подруга подарила, по-моему, на 21 или 22 года. По-моему, на 21. Это Sunlight. Да, оно скромненько. Знаете, как память. Оно золотое. С фианитом. Но очень блестит. Честно, фианиты блестят больше, чем бриллианты. Далее. Та вещь, которую я очень давно искала. Это Николай Огодник. Николай Чудотворец. Николай Мерликийский. Как его только не называют. Я в него очень верю. Возможно, как-нибудь расскажу чудесные истории, которые связаны в моей жизни с ним. И вообще, я очень много про него читала. И вся моя семья его... Ну, мы считаем то, что это наш покровитель. В общем, он покровитель всех девушек. И, в общем, долгая история у меня с ним. Поэтому я хотела бы, чтобы он был... Чтобы его лик был рядом со мной. Я его сейчас почему-то редко ношу. Ношу в основном вот этот крестик. Может быть, я вам расскажу историю. Честно, так в двух словах не скажешь. Но у меня есть причины в него верить. Вот такой крест. Сейчас нигде такого не купить. Его мне подарила мама. А ей его подарила бабушка. Поэтому я его забрала. Цепочка, кстати, по-моему, 50 сантиметров. Золотая. Сингапур тоже. Да, плетение Сингапур. Я уже туплю. Про Николая задумалась. И все. Ее я ношу постоянно. Также к ней я купила браслетик. Очень нежно смотрится. Если все остальное было, пробы 585. Сейчас эта проба, по-моему, 300 с чем-то. Не помню. В общем, чуть-чуть пониже. Но я не вижу разницы в качестве. Также блестит. Ну, конечно, вот этот крест более высокой пробы. Знаете, вот металл золотой. Именно вот как в старину. Сейчас его реально нигде не найти. Из такого же металла. Более высокой пробы. Честно, я не помню, как она называется. Есть вот такая цепочка. Она тоже, по-моему, 50 или 55 сантиметров. Я люблю такие средние. Обычное такое якорное плетение. Более надежный замочек. Далее идут две подвески с буквой Д. Вначале мне подарила мама на Новый год ее. Мамулечка моя любимая. Здесь тоже идет как золото. Я не помню, как это называется. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Забыла, честно. Вообще вылетело. Но это не серебро, буква Д. И благодаря этому оттенку, видите, напылению, буква Д смотрится ярче. Она такая в сердечке идет. Очень красиво выглядит. Я захотела себе еще печатную, очень хотела, с камушками. И пошла себе купила. Мне тогда было, по-моему, лет 16. Я работала, подрабатывала зимой. И как раз купила себе. Работала в рекламном агентстве. И вот это у меня такая память о тех праздниках. Было чудесное время. Я была снегурочкой, кеми только не была. Общалась с детками, дарила конфетки. И заработала, кстати, очень много денег. Вообще по тем временам, что я себе могла купить золотые украшения. Для девочки, которой было 15 лет, я считаю, что я огромный молодец. И у меня вот такая память. Здесь у меня бижутерия. И не только. Здесь мне надо шубу отнести в ателье. Отпал крючок. Обязательно надо сделать к зиме. Здесь идут дополнительные застежки, звенья от моих часов ГС. Дальше. Пострадал немного мой туалетный столик, если я вдруг... Я даже не помню, откуда это, правда. Но если я вдруг захочу, я сделаю, приклею. Но пока я не захотела. Здесь чокер, он недорогой, типа как бархатный. Я его практически не носила. Я не помню, у кого-то купила, кто занимался этим. Так, это сережки вообще не мои. Мне просто понравились. Мама хотела их выкинуть. Это бижутерия. Очень такая интересная. Колечки. Вот и второе тоже оставила. О, это бижутерия, когда... О, это очень долгая история. Давайте я его потом отложу, расскажу вам про это колечко. Это прям вообще... Этот я купила. Из Москвы мне его привезли. Очень понравился. Я люблю кресты. Такая интересная, качественная бижутерия. Очень тяжелая. Я его носила. Люблю его. Эту сову я заказывала. Можно, да, вы не против, если я не буду их разворачивать. Эту сову я заказывала в Эйвоне. Она очень длинная. Не знаю, может быть, буду носить. Очень красивая. Тоже качественная бижутерия, на удивление. Вот эти сережки из Леди. Они были белые. Но я их часто носила, и они изменили цвет. Давайте я, наверное, все это все-таки разверну, и вам красиво покажу. Все, ребятки, я опустошила ящик. Вот что у нас получилось. Так, вот сова. Я вам ее не показала нормально. Давайте покажем. Красивая. Такая, как застаренный материал, металл. Красиво смотрится. Крест переливается. Посмотрите, как. Так показывает совершенно другое дело. Напоминает мне драгоценные мои любимые камушки. Так, здесь вот сережки, которые я доставала с божьими коровками. Такие очень длинные, интересные. Но они, скорее всего, пойдут на выброс. Потому что они уже непрезентабельно выглядят. Вот эти сережки мне вообще подарили. Очень яркие такие. Я такого, честно, не ношу. Просто лежат тут ноты. Вот эти сережки я просто обожаю. Их я купила сама в Леди. Когда училась в колледже, помнила стипендию. Они очень красиво выглядят. Всегда их на праздники, там на Хэллоуин всякие. Я их всегда одевала. Очень мне нравятся кресты. Я прям к ним неравнодушна. Дальше у меня кольцо, которое мне подарили. Это хамелеоны, но огромного размера. Просто оставила его на память. О, подарки девочке, когда я училась в школе. Девочка подарила. Далее сережки, которые я ни разу не одевала. Я не буду одевать. Это новые серьги. Где-то с Алиэкспресса девчонка заказывала у меня. Подарила мне. Не знаю зачем, но просто лежат. Так. Дальше идут кожаные браслеты. Два. Один. К сожалению, у него отломалась застежка. Но она у меня есть. Может быть, я ее сделаю. Хотя не вижу смысла. Потому что даже целый кожаный браслет из Санлата я не ношу. По-моему, их давали в подарок. Здесь вроде серебряный ремешок. Ой, ремешок. Замочек. Но я, в общем, не уверена. В общем, это я вам показала. Это показала, показала, показала. Это я расскажу. В общем, все я вам показала, кроме... Вот это вещица. Здесь натуральный жемчуг. Может быть, помните, у кого-то в детстве были такие наборчики. Найди свою жемчужину. Что-то такое. И там ракушка была. Внутри там всякая труха. В общем, это реально была густрица, по-моему. Я не знаю, где достают жемчуг. В общем, это была такая, как детская игра. Не знаю, скорее всего, наверное, туда засунули что-то эдакое. Но я хочу думать, что меня не обманули. Это реально настоящая жемчужинка. Конечно, я шучу. Это, наверное, не настоящий жемчуг. Какое-то искусственное что-то. Не знаю, оно выглядит очень красиво. Там открывается этот дельфинчик. Было много разных вариантов. Но я почему-то выбрала дельфина. Сейчас бы я выбрала что-нибудь другое. Но я его носила. Мне было... Я не помню, сколько лет. Я была маленькая, лет 11, наверное. Он у меня очень долго лежит. У меня еще бабушка была живая, царствие небесное. У меня почему-то он ассоциируется с ней. Очень такой добрый дельфинчик. Поэтому он у меня лежит на памяти. Я его не ношу, конечно же. Но он выглядит очень красиво. Для меня это прям действительно какая-то драгоценность. Вот что-то ценное. Очень приятная у него цепочка такая. Гладкая. В общем, про все я вам рассказала. Вот это колечко обещала вам дорассказать. А, вот еще, кстати, пакетики лежат. Это пустые пакетики. Там какие-то ценники. Не знаю, для чего. Там вроде была на что-то гарантия, но ее уже нет. Поэтому, скорее всего, я их выброшу. Вот это колечко. Это безумно. Это колечко стоило 5 рублей. Когда я была маленькая, купила его на барахолке. Новые, знаете, вот 5-10 рублей. Вот эти вот ярмарки все. Ходила перед школой, покупала. И она настолько качественная, что мы с мамой просто решили его оставить на память. Представляете, кольцо за 5 рублей, как выглядит. Далее. Просто булавочка. Просто защелочки. Сейчас я все вот это вывалю. И вам покажу. Все, я готова вам показывать свои мелочушки. Эти сережки я купила в Диве. Со стипендии. Вишенки такие интересные. Вот эти, посмотрите. Это, по-моему, бижутерия. Стрекоза. Тут жемчужинка. Кстати, такая же, как у меня, золотая есть. Это бижутерия, скорее всего, сердечко. Это подарки от Sunlight. Здесь всякие заклепочки, которые вечно теряются. Жемчужные сережки. Но я не уверена, что это натуральный жемчуг. Далее идет булавочка с моим камушком. Честно, боже. Я все забыла. Я не помню, что это за камень. Но его нужно носить всегда с собой, чтобы не сглазили, чтобы он оберегал. Насколько я помню, нужно, кстати, почитать. У меня где-то была бумажечка с тем, что это за камень и какие он дает свойства. Но я, к сожалению, ее где-то делала. Не знаю. Может быть, где-то в этой пуче лежит. Надо поискать будет. Здесь идут все сережки хирургической стали. Я их покупала, когда прокалывала себе уши. Они у меня очень долго не заживали. Года два я мучилась и носила только хирургическую сталь. И, кстати, почему-то я постоянно теряла вот эти заклепочки все. Я не знаю, где они. Поэтому я всегда покупала новые. У меня две штучки. Вот эти вот серебряные и золотые. Вот эти самые первые. У меня потеряны их. Защелки, замочки. Вот этот вообще камень. Мне очень нравится. Очень мне шел. Может быть, когда-нибудь я буду носить. Здесь я уже купила прозрачный. И потом я перешла на золотые сережки мамулик мне купила. Все. Вроде я все вам показала. Все рассказала. Впустила вас в свой мир. Видите, как украшения много в себе таят. Могут рассказать о владельце. Сколько у меня было приятных воспоминаний. Я реально погрузилась в прошлое, в детство. В какое-то такое по-доброму счастливое время. Надеюсь, что вам было со мной интересно посидеть, посмотреть на меня. Точнее, не на меня, а на все мои украшения. Я просто сейчас в таком виде, что я не хочу вам показываться. Я такая на расслабоне. Следующее видео, как всегда, я буду перед вами сидеть лицом. Но представьте, если бы я показывала это все со своим лицом, как бы это все выглядело, вы бы вообще ничего не увидели. Поэтому такое нужно показывать крупным планом. И спасибо вам еще раз, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки этому видео. Пишите мне обратную связь, что вам понравилось, что бы хотели, что у вас есть. Какие вы любите украшения. В общем, тем очень много. Давайте с вами пообщаемся на них. Всем спасибо за просмотр. С вами была ваша Даша. И всем пока-пока.